Государственная ветеринарная служба Севастополя проверила пчеловодные хозяйства в городе и его окрестностях. Оценка состояния пасек проводится каждой весной. Именно в это время года начинается лёд пчёл. Ветеринары берут пробы и проводят лабораторные исследования на наличие инфекционных заболеваний. По словам аграриев, определить больных пчёл можно и без результатов анализов. Такие насекомые выглядят слабыми, с опущенными крыльями. Однако Севастополь со своей тёплой погодой является благоприятным местом для пчёл. За последние годы ветеринарной службы в регионе не выявлено ни одного инфекционного заболевания. Ежегодно весной Государственная ветеринарная служба проводит обследование пасек на наличие инфекционных и инвазионных заболеваний, а также соответствие ветеринарным нормам содержания и разведения пчёл. Проводятся диагностические мероприятия, направленные на обеспечение эпизодического ветеринарного санитарного благополучия пасеки. Лабораторные исследования проводятся в течение нескольких дней, после чего владелец пасеки получает специальный паспорт, который является основным документом для выезда на медосбор. Однако, если у насекомых есть какие-либо заболевания, ветеринарная служба закрывает всё хозяйство на карантин на год. Мёд, полученный от больных пчёл, для людей не носит никакой опасности, но для других насекомых сравним с вирусом. Однако, потери среди обитателей пасеки могут быть вызваны не только инфекциями, с чем столкнулся владелец этого хозяйства в районе села Родное. В прошлом году здесь умерло 180 пчёл. И как бы причины, так сказать, глобальные мы так и не нашли. И ветеринарную службу подключали, всех подключали, и как бы всё, сошлись мы на том, что погода посодействовала на пчёл. Подготовка к новому сезону опыления началась ещё в середине марта. А уже к концу мая появится и мёд. Изначально Сергей Кононов начинал всего лишь с 20 ульев. Сейчас их число выросло в 10 раз. А в планах у владельца пасеки развить её до 1000 пчелосемей и уже после этого выходить на рынок продаж. Занимаюсь 4 года, полных 4 года. А семей на сегодняшний день насчитывается 200. Если бы не падёшь в то году, так как я планировал в этом году, уже должно было быть 500. Ну, так как у нас падёшь, опять же, начинаем всё снова. Ну, в принципе, развитие на сегодняшний день пошло. Матки сеют, развитие пчела уже взяла, пельца пошла уже. Увеличить производство до 3000 килограмм мёда фермеру помог выделенный грант на приобретение 130 ульев. Правительством Севастополя на этот год предусмотрены субсидии на сумму 300 тысяч рублей для поддержки пчеловодства в регионе. И на сегодняшний день желающие заниматься развитием пчеловодства, пополнить свою материально-техническую базу, приобрести оборудование, необходимое для переработки мёда, то есть могут подать необходимые документы в Департамент сельского хозяйства. На сегодняшний день открыт приём заявочных документаций. С 2018 года на поддержку пчеловодства из бюджета города было выделено около 1 миллиона рублей. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка также оказывает помощь в подготовке документов для подачи заявки на субсидии.